Садебный участок – источник стабильного дохода, и об этом знает большинство их владельцев. Но есть среди них и те, кто в силу различных обстоятельств не использовал потенциал земли, а значит, еще не получал прибыль. Именно с ними и проводят встречи члены общественных групп. Они стараются разъяснить преимущества и варианты использования полезных соток. Примеры из Самаркандской области. Труд – единственный титул истинного благородства. Он способен превратить в цветущие сады бесплодные пески и солончаки. Богатый опыт в Дыхканстве в сочетании с последними достижениями в сфере открывает большие возможности для каждого, кто сегодня имеет и намерен максимально выгодно для себя использовать приусадебный участок. В процессе подворового обхода в разрезе Махалей проводится комплексная работа в этом плане и в Самаркандской области. Пахточинский район граничит с соседней Новоийской областью. Условия для работы на земле здесь неплохие. И от Гурасланов из Махалитома получает хорошие доходы со своего участка. Фруктовые деревья, виноградник, цветы обрамляют двор. Также имеется теплица на восьми сотках с естественным обогревом. Растут огурцы, от реализации которых планируют получить около 10 миллионов сумм в прибыли. А ведь будут еще второй и третий урожаи. Нельзя оставлять без внимания землю. Чем внимательнее ты к ней, тем больше будет урожая. Но имеются, к сожалению, и заброшенные земли. Например, до сих пор пустуют 24 сотки очила Кинджаева. С ним провели соответствующую беседу. Были проблемы со здоровьем. Получил лечение. Сегодня помогли посадить саженцы деревьев, овощей. Будем впредь эффективно пользоваться участком. Помогли вспахать землю. Обществом с ограниченной ответственностью Томарка Хазматы доставлен на семенной материал саженцы фруктовых деревьев. Нелучшим образом обстоят дела на участке в 15 соток Дельморода Ишкобилова, проживающего по улице Йошлик-Махали-Таракьот Пахтачинского района. Хозяева сетуют на засоленность почвы. А есть свой трактор, с помощью которого можно было обработать землю еще осенью. Почва засоленная, потому внесли органические удобрения. И через час с помощью трактора обработаем ее. Посадим помидоры, картошку. Помидор, карточка, икамус. Ойша Сафарова располагает 15 сотками земли, которые остаются без внимания, просто заброшены. В руках расторопного человека эта площадь была бы превращена в цветущий сад. А вот Абдурахим Хурбонов пользуется каждой пядью земли. Растут фруктовые деревья, имеется около 30 пчелиных улей. В двух теплицах спеют томаты. На подходе и картошка. Кроме этого, разводят около 20 породистых кроликов. Следующий адрес – Нарпайский район. Зариф Саидов из Махали. Бекляр на своих 20 сотках регулярно размещает бахчевые культуры. В настоящее время здесь растет капуста. А вот 15 соток Гульбахур Базоровой из селения Хадам в флачевном состоянии. Ведь у нее четверо сыновей. Весь в зарослях и участок осада Ширалиева. Несмотря на предупреждения, 15 соток до сих пор бесхозны. А Нурбек Ширалиев в своей теплице выращивает огурцы. Получает хорошие доходы. Члены семьи заняты трудом. Огорчает состояние 34 соток Тохурджона и Монова из селения Джагалбойля. Правда, подготовлена небольшая площадь для строительства теплицы. Но дело так и не доведено до конца. Здесь возвышенность, потому вывезу 20 машин с земли. И посажу 200 саженцев винограда. А это уже Булунгурский район, где общая площадь приусадебных участках населения составляет 4629 гектаров. В разрезе секторов определены конкретные мероприятия по эффективному их использованию. Улаш Кушманов из селения Каттокуёнче, Махалинского схода граждан, Хонгурот на пятисотках выращивает саженцы помидоров, огурцов и бахчевых. Ежегодно получает в среднем 15-20 миллионов сумм в прибыли. Есть также 10 фруктовых деревьев. Разводят птицу крупный рогатый скот. Ничего на рынке не покупаем. Всё своё. И овощи, и фрукты. Надо сказать, что основная часть сельчан занимается саженцами различных овощей, что увеличивает их доходы. Но имеются и некоторые пробелы. К примеру, Парвоз Ахмедов совершенно забросил свои 24 сотки. Учитывая то, что семья не имеет возможности полноценно обработать участок своими силами, при содействии общественной группы вспахали землю, заставили семена овощных культур и саженцев деревьев, дали необходимые рекомендации хозяевам дома. Вы должны учиться грамотно пользоваться приусадебным участком. В этом плане значительно отстали от других своих односельчан. Мы поможем начать эту работу. Спашем землю, посадим саженцы. Далее возделывать агрокультуру должны сами. Будете обеспечивать себя необходимой сельхозпродукцией, а излишки реализовывать. А значит, получать доходы. Ореф Джуманов из Махали Кафтархуна занимается пчеловодством. 200 улей ежегодно дают до 4,5 тонн чистого меда. Прибыль составляет 120 миллионов сумм. Получают хороший урожай и 60 фруктовых деревьев. Сейчас у нас 200 улей. Они размещены в четырех местах. Ежегодно также реализовываем по 200-250 пчелинных семей, фермерам, населению. Делимся своим опытом. Отсюда и достаток в доме. Турвун Хамроев из Махали Мингчинор выращивает цитрусовые. В другой теплице растут лук и зелень. Проблем с денежными средствами дома совершенно нет. Круглый год получаем доходы. Словом, сегодня все внимание обращено на то, чтобы максимально эффективно воспользоваться возможностями в этом плане. А они сегодня довольно-таки широкие. Ацент делается на усилении разъяснительных мероприятий, распространении передового опыта, чтобы в росте были как показатели объемов выращиваемых сельхозпродукцией, так и доходы населения.